Я 7 лет болею. Тебе сейчас сколько? У меня уже 14. 7 лет болеешь? Чем болеешь? Совсем на красном лучшем. А что у тебя болит? У меня болело сердце. Ты не остались. Уже все прошло. Уже не болели. Ну, Оленька, все, давай глазки уже уберите. Глазки красивые. Убери уже, ты же большая девочка. Не болели, сейчас уже тебе легче. Ну, расскажи, что еще у тебя болело? Болела у меня голова. Только коленки. Так я еще не обратно улегла. А теперь стало мне хорошо. Более. 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 Продолжение следует... 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 В Санкт-Петербурге, в Киеве, в Киеве, в 2001-м году, медицинские в Санкт-Петербурге, поздравили доктор Накаджима и президент Накаджима. Санкт-Петербурге, в Киеве, в из Holding... Потому что ИАИ depende от Советского Съединения и мы, все наши специалисты, depende от Советского Съединения и сообщества и столетия и связи с Советским Съединением не зафер come для других Атомы. Услуживание. 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 Они, которые командуют. Никогда не было бы такой услуживания что институты институты не были снижены для промоутеращих атомов. The WHO and the IAEA, two UN agencies, when working together, should be free to fulfill their institutional tasks for peace and the world's well-being. Contradictions, tensions and conflicts which exist in the UN system were expressed during this conference by the protagonists of the 1995 WHO conference and the physicians and scientists of the civil society. The consequences of Chernobyl do not fade away, but actually grows increasingly uncertain and in many ways more intense. The United Nations Secretary-General, Mr Kofi Annan, put it very clear when he said that the legacy of Chernobyl will be with us and with our descendants for generations to come. The representative of the UN Office for Humanitarian Affairs shares the view of Kofi Annan, who estimates at 9 million the number of victims and says that the tragedy of Chernobyl is only beginning. journaling. Мне тоже кажется, что как было, так и останусь. Сейчас вроде бы функция уже восстанавливается. Пошевели пальцами. Работай, работай. И поберется продолжение эминистратива. Тут надо. А где дедушка? Я в Мозыре. Мозырь. От зоны вот этой, это очень близко. Напрямую от Чернобыля 80 километров. По прямой, то есть не по дороге. И тогда вас измеряли, сколько у вас было там? Никто, может быть, какие-то там делали измерения, но никто ничего не говорил. Диагноз, конечно, никто не говорил. И что? Это мальчик? Мальчик. Мальчик. И у него какое измерение? Как они мне говорят, насколько врачи, это за счет того, что инфицированная мама. Вот я, у меня иммунитет пониженный. И я вот всю беременность сходила, не было никаких у меня осложнений. А вот ребенок родился с врожденным, у него сепсис, это заражение крови врожденной, и гнолиный ненгит. Врожденный считается. И вы это связываете с Чернобылью? Ну, они говорят, что пониженный иммунитет, что это все врожденное. А вот сейчас 80% инфицированных женщин, как мне сказали, в роддоме. И у нас в роддоме, может быть, 30% детей от всех рожденных, статистика, проходит через реанимацию. Ну, и пониженный иммунитет, это известно, что Чернобыль влияет? Наверное, врачи, они же лучше знают. Ну, что такие инфицированные женщины, они сами даже не подозревают на то, что они... Вот ходят и ребенок у них, хотя анализы показывают, организм не ворит. Все малые, которые тогда были девочками. Да, 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 да. Да, вот у нас в Мозере, мне сама заведующая говорила, что из 600 родившихся детей, 230 прошли через реанимацию. Это уже дети, уже какие. Вот и оттуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 200 severe deterministic injuries clinically, clinically attributable to radiation exposure. 2,000 avoidable thyroid cancers in children. Until now, no other confirmed, international confirmed evidence of the public health impact directly attributable to Chernobyl exposure, and I underline radiation exposure. If you need more information, these are my address, and with all pleasure, the agency will be ready to provide copies to you of all these reports I have mentioned here today. Thank you for your attention. We said there that the risk of leukemia does not appear to be elevated even among recovery operation workers, and that there are no scientific evidence for increases either in overall cancer incidents or in other non-malignant disorders that could be related to the accident. The representative of the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation agrees with the IAEA that from a radiological point of view, positive perspectives exist for the future health of most persons in the Chernobyl region. The reports of this committee are used as scientific basis by governments when adopting norms for security and radio protection. The great majority of the population, and you saw my friend, Dr. Gonzalez's presentation, the doses, need not fear serious health consequences as a result of the Chernobyl accident having occurred. This closing slide is one I use for almost any topic. It says, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is possible. That can apply to every situation, each way. What we hope to be in the committee and on the scientific basis is not using a motion, but using being in the middle with the most rigorous possible data, so that the people, the decision makers, can get the right information. Thank you very much. Ужас! 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 Почему? Беззастенчивое представление необъективных данных. Они хотят денег меньше тратить на последствия. И поэтому у них любые исследования, которые показывают, что последствия страшнее, чем они думали, они их отвергают, они говорят, что они недействительные. Но вот для меня страшно то, что это говорится открыто. То, что это представляется как научные выводы, на самом деле это не научные доклады, это не научные выводы. Я у меня там куски. Тоже еще держу пока. Радиация не мешает вам? А мы не бачим, какая она не бедная. Мне скажут, наверное, что радиация полезна для здоровья. Так вот для старых людей, наверное. Так и говорят, что старые у нас умирают, вот теперь молодые больше, средние. Да? Ну, а такие старые живут. И у детей этих как здоровье? Радиация 10? У одного один ездить на проверку. У него что-то есть? Да, вот тут что-то есть. Там нос помыло. Не помыло. А теперь вот у нас к улице у этой улицы было 10 детей. Так улица звенит. Их еще радиации не было. А вот уже теперь вот, уже вот тут 8 детей было. Они такие вот, как сонные все равно. Ну, такие. Ну, просто они такие детек требуют еще. Весело бегают. Катались вот зимой тепло, катались на лед, на санках. А теперь они, коли хочешь полягут до спяча, то сидят. Мы здесь слышали, что МАГАТЭ с первых дней Чернобыля активно включилась в работу над Чернобыльом. Мы узнаем. Я встречал Ганса Бликсет. Вот он что говорил в первые дни после Чернобыля. Атомная индустрия может выдержать такие катастрофы, как Чернобыль, каждый год. Вот с какой идеологией МАГАТЭ подходит к Чернобылю. Этот вывод политизированный. Это вывод людей, представителей правительств, которые не хотят видеть очевидных последствий Чернобыля. Алексей Яблоков, президент Центра политической экологии Русской Федерации в Академии Существ, оппозит политизирование Путина, который хочет приобретать радиоактивную вирусную радиоактивную индустрию. Произошла необратимая фальсификация государственных данных. Вы что, не знаете, что у нас были арестованы, самые главные руководители госкомитета по статистике были арестованы два года назад за фальсификацию данных? НКДР это знает. Оно знает, что оно пользуется фальсифицированными данными. И пользуется ими. И настаивает на том, что чернобыльские последствия не такие страшные. Говорить о том, что генетических последствий нет у Чернобыля – это удивительно. Генетические последствия – это одни из главных будут теперь. Десятки научных, серьезных, опубликованных в очень серьезных журналах показывают, что генетические последствия серьезные. Вот вам пример еще один интересный. Ну, Юрий Бандажевский сейчас под судом и следствием. Ему предъявлено обвинение, которое грозит ему девятью годами тюрьмы. Кстати говоря, я считал бы, что наша конференция должна была послать какое-то послание по этому поводу. Вот Бандажевский показывает, профессор Бандажевский. Случайные смерти, скоропостижно погибшие, были в основном связаны с инкорпорированными радионуклидами. Если это так, то это еще огромный источник данных, который мы должны приплюсовать к последствиям Чернобыльской катастрофы. Я еще на пороховой бочке, которая может в любой момент взорваться, совершенно в непредсказуемой ситуации и совершенно непредсказуемое время. На тюрьме. Ты слышишь? Вопрос. сезиум cardiomyopathy, which, according to several scientists, will bear his name. The cardiac damage becomes irreversible at a certain level and duration of the cesium intoxication. Sudden death may occur at any age, even in children. After publishing these results and denouncing the non-intervention policy of the government, Bandashevsky was jailed for alleged corruption and held under house arrest, pending his trial. When we opened this connection, the connection between the interoperation of the radio cesium, there was a very family conflict, a difficult conflict, because I didn't agree with these violations. It was a super-open opening. We open something new, which was not known for us. I was afraid. I was afraid of this opening. because it was a real challenge for us. It was a real challenge for us. Может быть, известных несколько параметров, но сочетание их и установление зависимости, это уже наука. Было очень важно, я жил этим до самого своего ареста, чтобы люди знали об этом. Дело не в том, кто Бандажевский, Бандажевская, Сидоров, Петров скажет об этом. Ведь у нас же дети гибнут. Увеличение числа спонтанных абортов и мёдворождения, увеличение смертности, увеличение числа ослабленных и больных новорождённых. Рост числа генетических нарушений и врождённых пороков развития. Увеличение числа раковых заболеваний, замедление умственного развития. Рост числа психиатрических заболеваний, нарушение иммунитета и изменение гормонального статуса. Заболевания органов кровопрощения и т.д. Аномально медленный рост детей, аномальное истощение, замедленное выздоровление и ускоренное постарение. По крайней мере вот этот список. Бандажевский, тот же самый профессор Юрий Бандажевский. Синдром инкорпорированных долгоживущих радионуклидов, совершенно новый синдром, но ничего не сделаешь, вот он существует. Как от этого можно отказаться? Это наука. Не говорить об этом просто, мне кажется, неправильно. Спасибо. Мы ценим эту работу международных организаций и рассчитываем, что и в будущем она будет продолжаться так же успешно. Спасибо. Я могу оставить это без внимания. Я не против международных организаций. Я за то, чтобы они учитывали то, что я сказал здесь, чтобы они не закрывали глаза на реальные последствия чернобыльской катастрофы. Конечно, никто не будет спорить с глубоко уважаемым профессором Ермоненко о незыблемости постулатов, основ какой-то науки. Это касается и радиобиологии. Но есть и другая сторона этой медали, а именно получение нового знания. И вот, пожалуйста, абсолютно новое знание, которое сейчас получено учеными Radiation Effect Research Foundation в Японии. Это первая публикация 1999 года о том, что есть радиационно-индуцированная соматическая заболеваемость. Будьте любезны, мы говорим о социально-психологических аспектах получения нового знания и насколько они воспринимаются учеными. Вот. Таким образом, я хочу сказать, что... Я кончаю. Позвольте, не мешайте. Я хочу сказать... Значит, уважаемая Оксана Горнец, я кончаю. У меня последняя фраза. Таким образом, я думаю, что и Ярмоненко, и все остальные, мы рано или поздно восприняем ту новую информацию, которая у нас есть. И это даст нам возможность делать новое заключение и новые выводы. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Это не новая информация. Как вам не стыдно вообще? Это глупость просто. Будьте любезны, будьте любезны. Мембер от Генетик Института Академиа Сиенцеза Беларус, Профессор Роз Гончарова, студия генетик дефектов в фиш и ронанс. These are worsening from year to year in territories with low cesium-137 contamination 200 километров from Chernobyl. Radioactivity is measured in becquerels. 50 becquerels per kilogram body weight in the human organism means that in a child weighing 10 kilograms, 500 artificial radioactive atoms disintegrate every second. Normal levels should be zero becquerels of cesium-137 per kilo in the organism. 10,000 becquerels were measured in this child. Сейчас ее, его тело, значит, считайте каждый килограмм, если 8 килограмм, его, говорите. Здесь 10 тысяч летает с него частицы в секунду. Они же бьют и в сердечной мышце. Это может не на глаза подействовать, даже на умственной развитии может влиять. Поэтому не надо так допускать. Профессор Нестеренко experienced Chernobyl as a shock, which disrupted his life. Member of the Academy of Sciences of Belarus, this internationally renowned physicist had access, during Soviet times, to the forbidden military cities. He understood immediately the seriousness of the accident and asked the Supreme Soviet for an immediate evacuation in a 100-kilometer radius. Labeled as fearmonger, he lost his office as director of the Atomic Energy Institute in Minsk. The KGB put him under pressure, and he escaped two murder attempts. With a group of experts and technicians, Нестеренко founded an independent institute, supported by international foundations. He measures the radioactivity in children, and informs families on how to reduce the radionuclide concentration in foodstuffs. He distributes to the most contaminated children a food additive, apple pectin, a natural absorbent, which accelerates the excretion of radionuclides from the organism. Nesterenko is the only scientist who systematically measures the internal artificial radioactivity. His measures show that contamination is eight times higher than that published by the Minister of Health, who tried to stop him. Nesterenko's work being legal, he did not succeed. According to Professor Bandashevsky, over 50 becquerels per kilo body weight lead to irreversible lesions in vital organs. Don't you think that during 15 years, the majority of cesium is internal? No, it's not internal. It's not? No. And what are you doing from... Are you talking about the external exposure that people receive? I'm speaking of the internal one, which they receive through food in a very large population. I refuse to think that whether a radiation dose is internal or external, what counts is the dose received by whatever mechanism. And to prey on people's consciousness, to say that somehow because it's internal, it's worse, does a disservice to the people. There are cardiac diseases found in humans, which may be lethal, found in children, which may lead to sudden death in children. Okay, but we know the complications. These things are arising. But to simply say that these things have occurred following the accident, and to infer from that a blind acceptance that they're radiation related, doesn't allow the public health authorities of these countries to serve their people. They are dose related in children. I have not seen any information on that. There are universities in Belarus having worked on this topic for nine years, and you have never had any interest to what they did. Элементарная реабилитация. В хорошем снимаете условиях, в Петре, в течение месяца снимает эти неприятности. О чем это говорит? Я не видела. Это временное, это временное улучшение. Временное. Вы не видели? Вот так через год приходит и дальше. Вы там были? Откуда вы? Я 15 лет работаю. Мы же не знаем, какие у нас будут последствия. Вот от этих маленьких дождей, которые постоянно... Почему не знаете? Разве можно говорить, что мы не знаем? Да мы все знаем о радиации. И ничего Чернобыль нового не внес. Он внес только в умы тех, которые ничего не знали. Они стали знать. Он внес определенную ситуацию, которая отлична от всех других. Ничего подобного. Ничего подобного. Ничего подобного. Нет, вы знаете, вот мы, например, у нас... А спектр такой же? Делали мы доклады в Москве, выступали. Мы проводим длительные эксперименты. Вводим маленькие дозы цези. Не сто третянул. Животные крысы. Ну, в другом, я всю жизнь экспериментатор. Крысы, 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 да. Изменения могут быть? Нет, не должны быть. А если вы имеете, то надо 10 раз перепроверить себя. Потому что если вы утверждаете что-то, то это идет в противоречии с существующей классикой. Ну, поймите вы это разно всегда. Почему мы должны понимать, если мы видим это? Видите, 10 раз посмотрите. 10 раз посмотрели. Не посмотрели вы, не надо, не надо. Вы мне вот в глаза смотрите, вот я говорю, не смотрели вы 10 раз. Понимаете, а мы опубликовали, у нас опубликованы книги статьи. И мы просим нас опровергнуть. Почему никто из ученых нас не опровергнет? Я не могу понять, понимаете. Когда мы называем облаченную дозу... Послушайте меня. Мы обязаны, если мы утверждаем, что что-то есть, доказать что-то есть. А степень доказательства сводится к двум вещам. Первое. Должны быть воспроизведены ваши данные любым другим человеком. И прежде всего, вами. И второе. Они не должны противоречить огромному опыту. Мы говорим о внутреннем опыте. Это не имеет значения. И внутреннее, и внешнее. Я проанализировала огромное количество литературы по действию малых доз. Не надо большая и малая, это не имеет значения. Ну, нельзя им такую безумную радиологическую безграмотность или малограмотность допускать врачам. Сейчас придет Академия Градзицкая, он поговорит о малых дозах. Али Стюарт, известная американская ученая, она говорит. Али Стюарт, да, прекрасный ученый, она тоже разбирается. А может, она на них безграмотная. Это не имеет значения, Стюарт или не Стюарт. В Америке, в Америке, в Америке, имеет значения. Главное, то, что умирают дети от малых доз. Я хочу напомнить, что за эти 15 лет родились новые люди, которые, слава Богу, не пережили первого радиационного удара. Они все эти 15 лет едят грязные продукты. Дети получают дозовые нагрузки выше, потому что дозовые коэффициенты, положим, ребенка трехлетнего, он в пять раз выше, чем взрослого человека. Продукты, как саранча, расползаются по всей республике. И неудивительно, что мы в Бирстолице, в Минске, нашли детей с накоплением 700-900 бекерели на килограмм. Я хотел бы обратить внимание на работу профессора Бандажевского. Мы с ним работали параллельно. То есть он пришел в таком заключении, что 50 бекерелей на килограмм по детям, это является границей, когда уже проявляется патология таких жизненно важных органов, как почки, печень, сердце и другие. В общем, сегодня я сказал бы так, что состояние здоровья детей таково, что если мы не примем мер срочных, то я не очень вижу большие перспективы с нашими детьми. Спасибо. Вы сказали, что у вас дети наиболее облучаемая популяция по отношению к взрослым. Те данные, которые по СИЧАМ представлял Минздрав, это официальные данные, они показывают, что критические группы, это отдельные профессиональные группы среди взрослых. У вас же оказались дети. Как вот вы разрешаете в Беларуси вот такое принципиальное противоречие? Дети по внутреннему облучению, по ЦИЧАМ оказались критической группой? Ну я могу сказать одно. Мы измеряем все население, а затем выделяем критическую группу. Мы выделяем там 10-15 человек, кто имеет большие накопления. Как правило, 8 человек из них составляют дети. Попадают обычно механизаторы, лесники. Может быть иногда попадают пенсионеры, но это понятно за счет активного потребления дорога природы. Это те цифры, с которыми я повторю, у нас 110 тысяч результатов измерения. Мы всегда считали, что у детей быстро идут обменные процессы, они много не должны накапливать. Но, к сожалению, я повторяю, мы самые большие накопления находим у детей. Vice Director of the Scientific Center for Biophysics in Moscow, Dr. Savkin is a member of the International Commission for Radiation Protection. He believes that the internal irradiation is marginal compared to the external irradiation. Я считаю, что действительно нормализация ситуации в обществе должна идти не столько по пути снижения сейчас уже очень невысоких доз облучения, сколько по восстановлению социальной структуры, занятости людей, медицинской помощи по тем болезням, которые не обусловлены радиацией, но возникают у этих людей. В 1986, Dr. Koskova was the chief physician of the hospital No. 6 of the Kerchatov Nuclear Research Institute in Moscow. Before they died, she took care of the 28 highly irradiated liquidators of Chernobyl. She belongs to the group of Soviet scientists who, in accordance with the IAEA, minimized the radiological component by psychiatrizing the health problems using the diagnosis of radiophobia and stress. I myself presented a paper with Molly Scott relating to an increase in infant leukaemia in five different countries of Europe and also the United States. And this was certainly and unambiguously an effect of Chernobyl. Chris Busby was a member of the UK Governmental Research Committee on the Risks of Incorporated Radiation. He is Scientific Secretary of the European Committee on Radiation Risks and he coordinated the publication of the Guidelines on Health Effects of Exposition on Low Doses of Ionizing Radiation for Radio Protection. I would make the point that the European Parliament recently passed a resolution asking for a reassessment of the dose-risk model because of low-dose effects which emerged after the Chernobyl accident in the countries that I mentioned earlier and I mentioned in my paper. And I feel that this conference should call for a re-examination of the dose-risk model. Now, there is a very great deal of evidence in the last ten years and certainly evidence that has been presented at this conference and by us and by other workers that very low doses of radiation have a significantly high effect, a proportionately higher effect. And this calls into question the whole radiation risk model. And I do not think attention should be focused only on the groups that were significantly opposed to radiation because if such is the case, then many radiation effects from Chernobyl will be entirely missed. Yes, you remember that in 1996-7, WHO and IAE were at a meeting in Siberia in Spain and we determined the definition of low-dose ionizing radiation and the minimum risk level of low-dose radiation. We have already very clear recommendations. So, I think that your statement is correct and it should be included in a more precise way. All right, well, if we can recommend as a conference that more research should go into the evaluation of the effects of very low doses... Low-dose radiation. Yes, yes, yes. I agree. OK, so this is an additional sentence. Thank you. In spite of the fact that it was accepted in the plenary, the proposal of Chris Busby was not included among the research programs in the final resolution of the conference. When it is now, in the past 15 years after the avarice, it becomes very clear that the radiation factor is not leading to all that was for low-dose effect. It is done. It continues to be a factor that is not self-inducing, but in the case with a huge number of social factors. It is not included all those thoughts of the health, and that it has to be realized that it needs to get into that if needed, because it needs to be able to fight to take into that with some, so I'm saying, chronic disease and other path. No. We are not断 not having yielded, but and so on. Yes, the radiation factor. Thanks. У меня сейчас поднимает давление и болела голова, когда у меня поднималось давление. В 98 году у меня был инсульт. Я все лето приезжал в больницу три месяца. И что у тебя было, когда у тебя инсульт был? У меня левая нога отнялась, рука отнялась и вот тут вот лица, левая часть. У меня в районе порог сердца. Ну а ты как это чувствуешь? Себя? Нормально. У тебя болит сердце? Что у тебя сердце? Колит. Когда побегают, да колит. Колит? Да. Где точно? Вот здесь вот. С первых месяцев у меня обнаружили шумы сердца. И сюда теперь абсолютно нет. Ты можешь играть, бегать? Нет. Почему? Отдышка сильная. Тяжело? Тяжело бегать. Темно в глазах темнеет. Статистически это нормальное в детском возрасте? Нет, нет. По численному составу, конечно, этот процент у нас увеличивается. То есть, деток продолжает увеличиваться. Да. И, конечно, экология тоже играет свою определенную роль. То есть, экология это Чернобыль практически? Конечно. Он усугубил то, что было? Да, да. Он здоровье, так сказать, не прибавил ни детям, ни другому населению у нас. Он уже перенес три инфаркта. Приступы сердечных. Приступы? Да, было. И поверхностный гастрит. А когда эти приступы были? Маленький был. Это в начальной школе еще учился когда. Ага. Тебе сейчас сколько? 12. Это не нормально в таких возрастах иметь такие заболевания взрослых? Ну, мы будем говорить, что сейчас возрастные понятия этих заболеваний, они несколько изменились. И действительно, много того, что раньше относилось только к взрослому возрасту, теперь мы вот видим у наших детей. Меня положили в больницу с того, что у меня поднялось, я была у бабушки, у меня поднялось давление высокое, и голова поднялась, я не мог встать. Меня привезли сюда. Ага. Я уже лежу тут три недели. Три недели, да? И обнаружили, что у меня порог в сердце, наверное. Тебе сколько? Тринадцать. В нашей больнице этой возможности нет, но дети, живущие в районах жесткого контроля, туда приезжают выездные лаборатории, и детское население определяется. Но такие районы у нас не все считаются. Тринадцать. Да. Тринадцать. 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 получить эти статистики никто из вашего правительства нам не веселает и вот в этом проблема если тогда давайте если меня получим официальные статистики вон и не можем ничего делать у нас нет информации ни с Украины ни с Белоруссии ни с Россией никакой из двух стран я хочу вам еще дать доклад профессора Бандажевского this night is nice 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 on June the 18th Yuri Bandashevsky author of more than 400 scientific publications and eight monographs owner of seven patents member of five academies recipient of five international awards was condemned by the military court of the Supreme Court of Belarus to eight years in a work camp for alleged corruption one year of inquiry could produce no proof against him посмотрите показания свидетеля Янкелевича который сказал что да я передал Бандажевскому 7000 долларов за поступление брата и сестры кризуку что это не доказательство under the rule of law such an assertion which has never been proved is considered libel amnesty international adopted Bandashevsky as a prisoner of conscience the European Parliament gave him the passport for liberty demanding that he be allowed to resume his research the European Union called for a revision of the trial stained by eight violations of the Belarusian criminal code the importance of the conference lies in the adoption of a final resolution the recommendations will be the founding basis of the government's decisions on radio protection every word will be weighed and discussed because the future health of millions of people and also the good reputation of the nuclear industry depend on them что это строк да безусловно но не радиационная как таковая не главное вы самой петручь успокойтесь вот прямо как ангелина константиновна как я могу успокоиться вы понимаете если вот сейчас я опять работать буду над следующим изданием книги а учебника а все это на идет к чертовой матери давать извините ради бога что здесь уже сейчас что будет страшное волнение было проект решение вы не думаете мы сегодня поработаем с вами вечером ну ради бога надо обязательно сделать чтобы он был грамотный надо его даже МАГТ поняло что он уже обходить острый был это правильно вы прям стреляете в уголь это правильно это правильно дипломатия для категория но не без грамотный но не без грамоты должно быть только грамотный Ваше мнение, что это не радиационная. Что радиационный здесь фактор, среди прочих, причем он самый маленький. Хорошо. Ну, попробуй, види кого-то. А что? Это кто-то? Чей? Телевинник? Да, ну, что же это? Жмитарский такой, как наш. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok